Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Батюшки, вот знаете, хотела такой вопрос у вас спросить. Вот скажите, грехи юности особо тяжкие, если вот бывали раньше. Это и сейчас осознаю, что они особо тяжкие. А в юности, знаете, ведь кажется всегда всё, ну, сами понимаете, тронтрова, определяют дальнейшую, будущую жизнь человека. Вот. И вопрос ещё второй хотела вам задать. Вот сейчас была страстная неделя, значит, я ходила в церковь, и читали очень, ну, такой важный канон Андрея Критского. Вы знаете, вот хочу сказать, это чудо, наверное, что вот у меня половина болезни, как-то я забыла о своих страданиях, но только наполовину. Спасибо большое. Со мной тоже было как раз однажды такое чудо, лет 28 так назад примерно. Тоже во время, правда, это не страстная седмица именуется, а первая седмица Великого Поста. Вот. И тоже во время службы получил исцеление от одной болезни, которая, так сказать, меня мучила несколько лет. Прям полностью выздоровел. Поэтому, видите, как у нас всё с вами одинаково. Теперь по поводу грехов юности. Вы говорите, определяет ли он дальнейшую жизнь. Смотря какие грехи. Ну, вот представьте, я юный человек, 18 лет, и вдруг кого-то я зарезал. Мне дали 20 лет тюрьмы. Это как, определило мою жизнь или нет? То бы в институт поступил, семью бы создал, а то 20 лет сижу в тюрьме. Конечно, определяет. А как же? Любой поступок, и тяжкий, и не тяжкий. Если человек там с 10 лет курит, разве это не определяет его судьбу? Ну, понятное дело. Конечно, когда тебе в 50 лет будет рак гортани, ты уж не обижайся ни на кого. Это уже как бы следствие. И так во всём. Другое дело, что любой грех можно окаять. В нём раскаяться перед Богом. И Бог может простить этот грех. Это да. Но, конечно, грех влияет всё равно на жизнь. Без следа это пройти не может. Никак. И чем более тяжёлый грех, тем последствия его, они очень, так сказать, памятны для человека. Они оставляют такие прям рубцы, такие на памяти. Как вот от тяжёлых ран остаются на теле, так и на душе. Тяжёлые раны остаются. Особенно вот аборты. Тоже такие. Ну, это же убийство. И так многие грехи юности. Бывает, приходят прям очень старые люди. И их вот очень... Ну, не знаю, это уже давно так не согрешал. Но то, что вот в юности он совершил, его до сих пор мучает. Продолжение следует...